Влюбиться И каждый день говорить люблю, Пока еще есть время, И может глотнуть кюросау блю, Пока еще есть время Собрать семью за одним столом, Пока еще есть время И старую мебель отдать на слом, Пока еще есть время, И повторять каждый день люблю, Пока еще есть время, И все обиды свести к нулю, Пока еще есть время. Прочесть наконец-то ветхий совет, Пока еще есть время, И с дочками чаще встречать рассвет, Пока еще есть время, И снова напоминать люблю, Пока еще есть время, Пока еще есть время, На локтем в бок говорить не сплю, Пока еще есть время, Хотя бы детям своим не врать, Пока еще есть время, И научиться, как клептон играть, Пока еще есть время, Увидеть Париж и не умереть, Пока еще есть время, И попытаться со вкусом стареть, Пока еще есть время, И попытаться со вкусом стареть, Пока еще есть время, И каждый день, И каждый день говорить люблю, Не забывать говорить, И снова и снова твердить люблю, Пока еще есть время, А пока еще есть время, Меня видно из-за этого всего? Я выступал в Москве в ДК Рублевском, и там отличный зал, все здорово, хорошие мягкие кресла. Он немножко на отшибе, и поэтому туда не особо ходит публика. Ну так получилось, что люди пришли, и я вот тоже так пюпитр себе установил, все было отлично. И моя младшая дочь Маруся, она попросила фотоаппарат, чтобы меня фотографировать. И потом были прекрасные фотографии, где я сижу, пою, все хорошо, но вместо лица у меня вот этот прямоугольник. Да, и это я просто сейчас отовсюду видно, отовсюду. На этой сцене выступала, ну, сейчас мы уже в таком возрасте, когда, можно говорить, совсем недавно выступала Вероника Долина. Уверен, что большинство присутствующих посетили этот концерт. С Вероникой мы в Москве оказались как-то очень близки. Мы постоянно переписываемся в Фейсбуке. У меня тут недавно как-то даже была такая сложная ситуация. И она где-то два с половиной часа мне объясняла, как надо себя вести. И, в общем, такая была поддержка неожиданная. И в конце концов она написала, ну, давай уже собери свои тексты и принеси, наконец-то, чтобы я посмотрела, и мы сделали твой сборник. И после этого у меня, как это, крылья выросли за спиной, я взлетел, и ни о чем уже думать не мог, но сама Долина. Короче, Вероника передавала всем огромный привет. Сказала, что она очень хорошо помнит этот концерт. И поэтому я подумал, что будет очень хорошо, если я спою здесь такое небольшое посвящение Веронике. Я написал его еще зимой. В виде песни она его не слышала, как стихи видела. Так что, можно даже громко сказать, что это некая премьера песни. Она идет из гнезда домой Звездное небо над головой В Москве гололедица Ай да ой А ей интересно Все замечает в копилку все Люди, собаки, елки, то, сё Может быть, это кого-то спасет в будущей песне Может, услышав новый стишок Кто-то простит другу старый грешок Кто-то начнет за стишком стежок Шить себе платье Впрочем, она не узнает о том Та, у которой летает дом Нынче в Бостоне, завтра в Бордо или в Айлате Ва-ба-да-ба-па-па-па Ва-ба-да-ба-па-па-па Субтитры создавал DimaTorzok Нет времени думать, права не права Пишет сердцем едва жива Как отзовутся ее слова, как бы не даром Где-то уныло ноет пьеро Где-то чуть слышно скрипит перо Звезды, конечно, не ездят в метро пешком по бульварам Ва-ба-ба-па-па-па Серёжа просит убрать пипитры, чтобы были видны аккорды. Аккорды за деньги, чувак, за другие, это не так. Да? Ну ладно, попробуем. Майкл Фрэнкс, спасибо. Я был в Москве на концерте Майкла Фрэнкса. После этого хочется отложить гитару и сказать, извините, на этом я закончу. Не включайте больше, я же просто умру. Следующая песня — это посвящение одному из друзей. Впрочем, посвящение это может быть кому угодно из-за того, что происходит в последнее время в социальных сетях. И не только из-за войны, которая там происходит сейчас на Украине, а вообще люди разделяются так, как мы даже не могли представить себе, что 90-е будут повторяться, и мы снова будем ненавидеть друг друга с новой силой и гораздо больше. И, в общем, это такое обращение к человеку, который оказался неожиданно по другую сторону, не по другую сторону. Просто вдруг ты увидел своего близкого с другой стороны. Мой друг не умер, нет, он в параллельном мире, его туда унес мыслительный процесс. Он там почти как здесь, живет в своей квартире и тут же ест еду, и в тот же ходит лес. И город, и страна, и континент все те же, но в мелочах уже сменились жизнь и быт. Вот с кем-то из друзей он стал встречаться реже, вот кто-то вдруг исчез, а кто-то позабыт. Вот кто-то вдруг исчез, а кто-то позабыт. Вот дочери своей он стал почти не нужен, вот в спальне не понять, откуда взялся лед. Он и ремень теперь затягивает уже и пьет совсем не так, точнее, совсем не пьет. Все те же, но не те, все так же, но иначе. И вроде жизнь идет, да как-то без огня, и так же пополам провалы и удачи. Но он не разглядел, что рядом нет меня. Но он не разглядел, что рядом нет меня. Нет нашей болтовни о музыке, о бабах, нет споров о происхождении вещей. И новых песен нет, пусть в малых, но масштабах. И старых тоже нет, нет ничего вообще. А вот, собственно, и все. А кто-то жаждал чуда? Ну да, такая жизнь. Что наша жизнь? Игра. А все вокруг лишь сон, который видит Будда. Я думаю, давно Буддить его пора. Я думаю, давно Буддить его пора. Мой друг не умер, нет. Он в параллельном мире. Мой друг не умер, нет. Он в параллельном мире. Мой друг не умер, нет. Ну и, знаете, каждый из нас мечтает о чем-то, видит какие-то, рисует какие-то картины, что-то становится реальностью, что-то остается неизменным, где-то там наверху, видимо, знают лучше. Что нам нужно, а что не нужно в тот или иной момент. Вот такая песенка называется «Письмо сыну». Как раз вот что-то вроде из серии этих «Мечт». Ничего плохого нет, Ни войны, ни смерти. Я послал тебе привет В маленьком конверте. Там мечты о том, что мы Живы и здоровы. Что у нас не зимней тьмы, Хоть ветра суровы. Что живем с тобой вдвоем В доме возле леса. Кстати, здорово живем, Без плодов прогресса. Там гудит сосновый бор, Ветками качая. И там соседи к нам во двор Ходят выпить чаю. Пусть идут на звон струны, Повторю им снова. А нет ни смерти, ни войны, Вот и вся основа. Счастья тоже вроде нет, Есть покой и воля. Так ведь главный наш поэт, Завещал нам, что ли? В этой суете сует, Помни, кто нас любит. Нет войны и смерти нет, И уже не будет. Все равно итог ничья, Мягкий свет на склонах, Бесконечный шум ручья, Тихий шелест в кронах. И писалось-то само, И неслось в припрыжку, Думал, сочинял письмо, Получилось книжку. Ни войны, ни смерти нет, Ни войны, ни смерти нет, Смерти нет.